Эта беда, независимо от финансового благополучия и положения, может коснуться каждой семьи. А потому решать эту проблему нужно всем вместе и прямо сейчас. Речь идет о детях с тяжелой патологией психического здоровья. Этот недуг не обязательно проявляется с рождения. Ментальные нарушения работы головного мозга происходят в разном возрасте и по разным причинам. Помочь ребенку с таким диагнозом может Центр лечебной педагогики «Чудо-дети». Вот только вместо ожидаемого торжественного переезда в новое здание – угроза закрытия. Вот в том углу, я только про угол могу сейчас говорить, потому что конкретно где я не могу сказать, будет водная комната. Бассейн, сауна, лифт, сенсорная комната, гончарная мастерская, зал ЛФК, кабинеты логопеда, психолога. Нужны помещения не только для всесторонней реабилитации детей, но и для их родителей, которым также нужна поддержка. Все это только в планах, пока нет даже проекта реконструкции бывшего здания первой музыкальной школы. Его город выделил полтора года назад. На этом помощь местных властей практически закончилась. С того момента на сегодняшний день сделано, я думаю, что немного силами депутатов госсовета, горсовета, бизнесменов города. Мы смогли поменять окна, вот если вы видите, смогли сделать частичную электропроводку, обновить. Почему частично? Потому что на сегодняшний день завершается написание технического проекта. Этот проект готовит местная строительная компания бесплатно. А пока его нет, даже приступить к каким-то работам нельзя. Очередь из желающих помочь пока не выстраивается. К тому же потенциальным благотворителям не могут дать гарантии, что проект все же в итоге реализуют. Для того, чтобы завершить реконструкцию, необходимо порядка 20 миллионов рублей. Если подойти к делу основательно, то работы тут на пару месяцев. Ведь какие-то капитальные строительства не нужны. Да и фундамент, как показало исследование, выдержит любые нагрузки. Пока центр «Чудо-дети» базируется в помещениях ПНД. Но это совсем не тот уровень. Ютятся на минимальной площади. Кроме того, некоммерческая организация еле сводит концы с концами. И нечем платить за труд специалистов. Работают фактически не в виде зарплаты. Средства некогда выигранного гранта давно потрачены. И дело дошло до того, что за некоторые занятия тут начали брать деньги. Это родители восприняли многие неоднозначно. В общем, мы с этим работаем, чтобы как-то они приняли эту ситуацию. О том, чтобы реконструировать выделенное здание, своими силами речи нет. Власти города и республики брать под крыло организацию не торопятся. А потому руководство центра «Чудо-дети» просит откликнуться всех неравнодушных. Бизнесменов, меценатов, руководителей, рядовых челнинцев. Перевести деньги можно с терминалов «Автоградбанка» или с телефона, отправив смс на номер 4647 со словом «Забота» и суммой перевода через пробел. Егор Орлов, Эльнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.